Мы болельщики. Заядлые. А за кого болеете? За рыбу. Вы знаете, рыба побеждает сегодня. 23 января в акватории Амурского залива собрались сотни любителей подлёдного лова. Во Владивостоке прошла народная рыбалка. Мы только подошли, мы шли по морю, живём на Эгершельде, вот недавно посмотрели на рыбаков. Нравится концерт, вот стоим в очереди за корешкой, хотим попробовать. Почему пришли на фестиваль? Ну как, потому что фестиваль корюшки, самая вкусная рыбка. В фестиваль мы пришли с семьёй, чтобы посмотреть, как рыбачат рыбаки и попробовать всё, что здесь есть. При такой погоде грех сюда не приехать, просто грех. Счёт ввели на весах, у кого добыча тяжелее, тот и победит. Три часа рыбаки не отрывали взгляда от своих удочек. Со стороны может показаться, что занятие это утомительное и не требует особых навыков. Но здесь, как и в любом спорте, важна техника. Мастерство не пропьёшь. Если ты рыбак от Бога, значит ты ловишь. Слушайте, ну правда, там у людей ничего нет, у вас целая куча корюшек. Так вот, она прыгает, я вот сейчас вот ловлю. Ну потому что... Как вы её подманиваете? Вот почему я вот чемпион... А вы в медалях пришли? Я пятикратный чемпион города Владивостока. Вот сегодня, думаю, стать шестикратным, если получится. Но не буду сглаживать, не буду сглаживать. Вдруг там кто-нибудь другой поймает. Результатом подлёдного лова довольно далеко не все рыбаки. Большинству не удалось поймать и десяти штук. Зато рядом всем желающим раздавали готовую хрустящую рыбку. На открытом огне повара пожарили более тысячи порций корюшки. Там же готовили уху и гречневую кашу. Этот вкус корюшки, который действительно пахнет огурчиком, свеженькая корюшка, это вот такая национальная владивостокская еда. Все говорят, что это краб. Нет, это ещё и корюшка. Поэтому вот сейчас вот такая вот корюшка, пожаренная на сливочном масле, в муке, это вот именно то, что нас представляет вкус детства. Всего в соревнованиях по рыбной ловле и бурению лунок приняли участие более 500 любителей со всего Приморья. Екатерина Зверева, Екатерина Чернакова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Ном. Продолжение следует...